С котовьих чашек собрал еду. Собакам, которые насрали ужин, которые шарятся и постоянно лезут во двор. Сожрут все на благо, хоть животным будет. Ух ты, как интересно, там труба. Ваше. Ваше, ваше. Вот эта картина. Вот почему и не видно было, и так не видно. Поэтому его за деревом поймать не надо. Да и так непонятно, взять его или нет. На экране почти не видно. А чуть раньше он уже болестел. Жаль, что не передает запах этой лепешки. Непередаваемый запах. В общем, я так предполагаю, что это масло... Ну, соответственно, чеснок. Потому что лепешка как бы надзывается с чесноком. Вот. Натерта. И видно прямо кусочки. Вот там видно прямо кусочки такие на целлофанке приклеились. И вот она вся такая натерта вот этим вот составом. Сама очень мягкая, вкусная. И вот такая вот именная получилась байкальская лепешка. Взял три последние. Я обычно сразу все последние забираю. Вот. По 20 рублей сейчас они стоят. Были 15 сначала, когда я приехал. Потом стали 17 и сейчас 20 рублей. Вот. Все дорожает. Все растет. Только лепешки не растут. Вот. Раньше был даже больше слой. Как бы вот. Жирнее, жирнее. Но запах непередаваемый. Запах все тот же. Вот. И сегодня еще какая добыча тут. Соседи. Ух ты какая добыча. Соседи подарили мне два системных блока. Вот таких. Вот. За то, чтобы я с них информацию там фотографий и игрушки снял. Вот. Вот. Но еще Мякич, да? В клуб ходил, поссорились женщины и за 40 рублей. Одна заплатила 60, а другая, которой я зашел, вот не согласилась 40 додать, чтобы 100 рублей за вызов получилось. Вот такие вот, блин, женщины. Кстати, это та Аня, которой я не доделал ноутбук. Забрала она. Что дорого, якобы. Вот. Вот. Соседи. Я это за до сша. Вот. Продолжение следует...